Здравствуйте, друзья! Вновь на нашем канале пришло время передачи «Дом, в котором живет Бог». И мы вместе отправляемся в мир Церкви. В прошлый раз мы говорили о церковном расколе XVII века. Мы узнали, что главными действующими лицами тех событий были патриарх Никон и протопопа Ваку. В итоге от единства Русской Церкви отделилась часть верующих людей – старообрядцев. Главной причиной церковного разделения стало отсутствие христианской любви. Ну и от этих неспокойных событий в самом центре московского государства давайте обратимся к его окраинам – за Урал, каменный пояс России, на бескрайние просторы девственных лесов, прекрасных долин и широких рек. Это Сибирь. Здесь свой мир, свои законы, по которым живут местные народы, своя вера, свой ритм жизни. И вот с приходом сюда, в этот мир русских людей, он начинает меняться. И большая роль в этом процессе принадлежит Русской Церкви и ее апостолам, миссионерам и проповедникам, о труде которых мы и поговорим сегодня. К концу XVI века сибирские просторы были окончательно присоединены к московской земле. Однако военная сила еще не была гарантией внутреннего спокойствия и верности русскому царю. Единство государства необходимо было скрепить единством веры. Поэтому вслед за русскими первопроходцами в Сибирь отправились и миссионеры. С собой они несли не только христианские, но и в целом европейские культурные достижения. Так в этом пока еще диком краю стали появляться первые школы и больницы. Проповедники изучали местные языки, чтобы переводить духовную литературу. Это положило начало письменности у многих сибирских народов. Итак, мы можем сказать, что христианство приобщило сибирские народы к европейским культурным достижениям. Но не одни только миссионеры распространяли здесь христианскую веру. Были еще и русские переселенцы, искавшие в Сибири земли и воли. Благо здесь их было с избытком. Оседая на новом месте, они заводили деловые, ну и просто дружеские отношения с местными жителями, постепенно передавая им свое понимание религии. Частым явлением здесь стали так называемые смешанные браки между русским парнем и туземной девушкой. А в то же самое время казацкие отряды продолжали покорять новые земли. По их следам возникали русские города и селения с храмами и монастырями. Из Москвы для них посылались книги, иконы, церковная утварь. Приезжало духовенство. Но и со временем здесь стало так много приходов, что решено было открыть первую в Сибири епархию с центром в городе Тобольске. Она так и называлась – Сибирская. И была, пожалуй, обширнее всех прочих. Дальняя граница этой церковной области достигала аж китайских земель. Итак, самой обширной епархией в 17 веке была Сибирская епархия, граничившая на востоке с Китаем. Впрочем, несмотря на активную помощь государства, христианская проповедь в Сибири оставалась делом все-таки отдельных личностей. Так было и в 17, и в 18, и даже в 19 веках. Такой действительно яркой личностью был начальник известной алтайской миссии архимандрит Макарий Глухарев. Это был человек, беззаветно преданный своему делу. Местом его проповеди был избран Алтай – страна, где еще не звучали слова Евангелия, край, населенный татарами, калмыками, телеутами и другими малыми народами, большая часть из которых были язычниками. Макарий быстро освоил местный язык и даже составил словарь в помощь будущим миссионерам. Для просвещения инородцев он переводил молитвы, священную историю, перевел Евангелие от Матфея. Для своих духовных чад он, как человек сердечный и любящий, был и учителем, и воспитателем детей, и ходатаем перед властями, и вообще благодетелем. Когда не хватало денег, он умел найти богатых жертвователей в Тобольске и в Москве, а также употреблял на поддержку миссионерства и свои личные средства. Плодами его трудов стали несколько алтайских храмов, училищ и больниц. Архимандрит Макарий оставил прекрасный образец устройства миссии и для других просветителей. Его пример был поддержан, и вскоре Сибирский край заполнился новыми христианскими общинами и братствами. Давайте запомним это имя. Архимандрит Макарий Глухарев был начальником алтайской миссии, ставший примером для последующих миссионеров. Сибирская земля хранит память и о многих других замечательных проповедниках. Это и архиепископ Киприан, первый глава Сибирской епархии. Много сил он положил на исправление дурной нравственности русских поселенцев, а для скорейшего просвещения веры местных народов старался умножать по своей епархии храмы. Это и старец Далмат, основавший на реке и сеть Далматовский монастырь, ставший центром христианского просвещения в этом краю. Это и митрополит Филофей Лещинский, и его помощники, ученые-монахи, просвещавшие и крестившие сибирских инородцев. Это многие-многие другие, те, кто шел сюда исполнять повеление Спасителя. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Они стояли у начала церкви в этом краю, и здесь же они закладывали основание новой России, величественной империи, протянувшейся на тысячи километров с запада на восток. Империи, где бок о бок живут разные народы, где соседствуют самые пестрые традиции и самые разные религии. Собирание этой культурной мозаики в единое целое под начало русского государя было делом миссионеров-просветителей. Таким образом, можно сказать, что сибирские миссионеры своими трудами закладывали фундамент новой страны – Российской империи. Ну что ж, друзья, на этом остановимся, пожалуй. Давайте вкратце повторим наши новые знания. Итак, сегодня мы говорили о распространении христианства в Сибири. Мы узнали, что именно христианство приобщило местные сибирские народы к европейским культурным достижениям. Гранича на востоке с Китаем, сибирская епархия в XVII веке была самой обширной в русской церкви. Узнали мы и о выдающемся просветителе этой земли – архимандрите Макарии Глухареве. Он был начальником алтайской миссии, ставшей примером для последующих поколений просветителей. Ну и, наконец, мы узнали и о том, что своими трудами сибирские миссионеры закладывали фундамент новой страны – величественной Российской империи. Ну и на этом, пожалуй, все. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите на наш сайт. Вот его адрес. А я на этом пока прощаюсь с вами. Всего вам хорошего и храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok